Маткульт, привет всем! Итак, это новости декабря, завершающие новости в этом году. Ну и, наверное, из-за этого они будут несколько длиннее, чем предыдущие. И затронут не только декабрь, но и многие тенденции, которые весь год происходили. Ну, начнем с вот этой вот замечательной кнопочки, которую мы, наконец, получили, и то после напоминания о ней. Сейчас у нас 189 тысяч, а кнопка означает, что у нас 100 тысяч, ну и больше, 100 тысяч плюс. Вот, ну, как бы да, что делать? Как говорится, не прошло и года, да? Ну, вроде так и есть, да, у нас 100 тысяч было в этом году или в предыдущем. Кстати, я даже не помню. Но так или иначе, у нас теперь есть серебряная кнопка YouTube. Прямо вот в таком вот виде. Ну, а, значит, я хочу сказать, что в новом году у нас планы на выходы книг. Прямо натурально вот есть. Одна книга уже идет, непосредственная работа по ее доделыванию. Это 100 уроков математики. Ну, они превратились в такую книгу под названием «Введение в настоящую математику». Это Николай Казимиров сделал конспект. Ну, и она выходит как бы с нашим авторством. Отдельное, огромное спасибо хочу выразить Мише Бочкареву из Ростова, который нашел в ней 300, а может 500 опечаток. Ну, вот никак не меньше нескольких сотен. И, соответственно, значительно улучшил ее содержание тем самым. Вот, то есть там в каком-то смысле, может даже было бы, может быть, даже было бы честнее его прямо в авторы включить. Но в любом случае, прямо вот благодарность ему выражаем здесь. И она выходит, сейчас вот мы вместе с Муратом Алтуевым из ITV Group, мы сейчас занимаемся поиском издательства, договариваемся с издательством. В общем, она выйдет в следующем году. Там будут и конспекты, и упражнения некоторые будут. В общем, это вот мое главное дело в жизни, постепенно доделывается. Ну, и одновременно хочу сказать, что на сайте проекта «Дети и наука» вышли следующие 15 уроков. И теперь у нас с первого по 35 уроки, 100 уроков математики, вот с видеозаписями, тоже там и конспекты, и упражнения есть. Такие упражнения вы можете прям, ну, типа тестовая система. Ну, понятно, что тест, как бы он... Лучше узнать, как бы понял ли ребенок, поговорив с ним. Но так или иначе, для тех, кто сильно мотивирован, есть вот такая возможность пройти этот курс и углубиться в настоящую математику. Также в следующем году должна выйти книга наша с Филатовым, называется, там, типа, введение в теорию конструирования механизмов или как-то похожим образом. Тоже она в предпоследней стадии, я ее сейчас там довычитал всю, передам рукопись Саше, он, значит, внесет в нее. Это тоже по моим лекциям и по его лекциям. Ну, это такой мейнстрим. Эта книга написана в парадигме экономического мейнстрима. Ну, как бы с мейнстримом должен быть знаком каждый, даже кто его и не любит. То есть, это как бы, чтобы в некоторых случаях говорить с оппонентами, да, нужно хорошо знать их язык, вот. Но для меня мейнстрим – это инструмент. То есть, это то, что, ну, просто может быть полезным, а может быть вредным. Ну, и вот в этих, значит, в этой обычной парадигме вышла эта книга, там тоже упражнение есть, это как бы учебник по теории механизмов будет. Ну, и книга по математике, мы пытаемся ее добить уже долго. Следующая, как бы, следующая версия математики для гуманитариев, ну, не совсем так, то есть, гораздо более короткая, некий набор сюжетов. Сейчас над ней работает Никита Сидоров, и в какой-то момент, наверное, он закончит. Я вычитаю, и может быть, она тоже выйдет в 2022-м. Ну, здесь у меня меньше уверенности, чем про первые две книги. Вот, это такая первая группа новостей, состоящая в планах на 2022-й год. Ну, и, конечно же, мы будем продолжать работать на наш канал. Да, и совсем, вот, чуть не забыл. Уроки с 21-го по 35-й могут содержать ошибки в задачах. А мне присылают время от времени, там, один человек, забыл его фамилию, присылает постоянно мне исправление, ему огромное спасибо. Ну, и иногда другие пишут тоже с указанием на ошибки. Пожалуйста, кто найдет ошибки в задачах, обязательно давайте нам знать. Мы все исправим, в конце концов. В наступающем году будет математический конгресс. Всемирный математический конгресс, который проходит раз в 4 года. И этот конгресс в этом году будет проходить в городе Санкт-Петербург. У нас с вами, в России. Вокруг конгресса сейчас имеется некоторая движуха. Ну, а именно, на самом деле, группа ученых пытается убедить руководство организаторов конгресса привязать его проведение к факту выпуска или не выпуска Азата Мефтахова из тюрьмы. Что я хочу по этому поводу сказать? Смотрите. Для Родины важно и то, чтобы она была справедливой, то есть не сажала просто так, почем зря. То есть для Родины, безусловно, важно, чтобы Азат Мефтахов был выпущен на свободу. Потому что то, что происходит, это беспредел с точки зрения любого человека, который в это вникал. И, конечно, я здесь, у меня нет слов. То есть люди, человек или люди, которые считают, что он должен по-прежнему сидеть, и сейчас его не выпускают, у которых во власти это сделать, они, в общем, Родину предают. Потому что наша репутация, то, как мы выглядим в рамках проведения этого конгресса, будет большое внимание, в принципе, к математике в России. И, конечно, эта история будет звучать везде. То есть конгресс, даже если все будет хорошо и пройдет он в Питере, он будет там, там постоянно будет упоминаться, это совершенно некрасивая, подлая история. Поэтому, безусловно, те, кто держит Азата в тюрьме, это предатели Родины. Это первое. Но второе, к сожалению, я огорчу теперь либералов. Предателями Родины являются также те, кто требует привязать, требует от иностранных организаторов конгресса привязать факты его проведения в России к вопросу выпуска или не выпуска Азата. Это тоже предательство Родины, потому что мы знаем, что на самом деле, ну, как бы вот с этой организацией, которая его посадила, ну, договариваться очень сложно. Реально, скорее всего, он не выйдет. И поэтому, фактически, речь идет просто о том, что вы просите людей взять и забрать у России конгресс. Но вот немножко окститесь, отдумайтесь. Ни один патриот никогда не желает проигрыша в войне своей стране и своему правительству, какое бы оно ни было. Это аксиома. Поэтому я категорически не подписываю такие петиции. Не надо мне их слать. И я никого, я всех призываю, не подписывайте. Нет. Да, это, конечно, будет очень стыдно. Мы будем стыдиться и нам будет, как бы, мы будем, так сказать, пунцовы от стыда во время этого конгресса, чтобы мы не смогли ничего добиться. Но пусть все-таки конгресс пойдет в Россию, потому что Россию он все равно принесет там, ну, как бы это, ну, такое событие, когда оно проходит в данной стране, оно, конечно, на пользу стране идет. Поэтому, друзья, не заговаривайтесь, говорите, но не заговаривайтесь. Требовать, да, требовать выпустить Азата, да, просить перенести конгресс из России, нет. Конгресс должен быть в России. Вот так. Так, следующая новость касается широких волн от моего интервью на Знак.ком. Вот это уральский этот самый ресурс новостной. Антон Юлаев, я тогда ездил к нему 1 ноября, еще думал ездить, не ездить, смотреть, прикидывал там, насколько, насколько, ну, у меня были сомнения некоторые, да, но я их переборол и понял, что ехать надо. И вот это прям было, ну, супер правильное решение, редкий случай, когда вот думал, сомневался и сделал так, как надо. Я дал это интервью, оно разошлось в огромном количестве, значит, по всей стране. Все его читают, комментируют и в результате этого интервью, судя по всему, в результате, значит, широкой огласки отменили, собственно говоря, вот это мероприятие в высшей школе экономики, где я должен был выступать. Ну, не имея, не решаясь отменить просто только один мой доклад. Кроме того, на канале Культура, меня звали, мы записали шикарный ролик. Ну, как шикарный, тоже, значит, там все покоцали, все порезали. Единственная мысль, которую они все-таки не могли вырезать, потому что она шла красной нитью по всему этому ролику, мысль о том, что учителя никогда не заменит экран. Что надо сосредоточиться на спасении учительства, а не на замене учителя экраном. Но дело в том, что в свете, так сказать, вот нынешних ужасных событий, совершенно ужасных, про которых я еще дальше, значит, про которые я дальше скажу, видимо, это сильно не в струю. И даже на канале Культура этот ролик выпустить не смогли. И сказали, что это не понравится заказчикам. Интересно, что за заказчик у канала Культуры, которому не понравится идея, что, ну, очевидная, собственно, для всех, кроме шарлатанов, идея, что учителя экран не заменит. Почему она не понравилась канала Культура? Что там происходит? Он как-то финансово, что ли, привязан к каким-то вот этим цифровизаторам? Ну, то есть, ощущение некоторого отчаяния, конечно, возникло, что мы тут кукарекаем все, мы говорим то, что есть на самом деле, мы призываем людей там к разуму и тому, чтобы обратили внимание на происходящее. А это просто, ну, как бы не дается никуда наверх. Там все полностью схвачено, все вот эти ресурсы, они контролируются теми, кто занимается цифровизацией. Ну, что ж, посмотрим, что будет дальше. Но зато, из положительного, вследствие этого интервью возникла кооперация с Министерством просвещения. Кто бы мог подумать, да, интервью называется, что не, там, не такой-то, такой-то Минпрос, да, а Министерство обороны должно заниматься школой. И Министерство просвещения спохватилось, к нам пришел, значит, советник Кравцова, получил от нас несколько заданий и даже начал выполнять одно из них. Они провели исследование зарплат учителей. Вот посмотрите просто на это исследование, вот здесь есть внизу ссылка, на тот момент, когда начинается про этот разговор. Ну, чтобы понять, что на самом деле у нас творится. Ну, кто в школе, тот и так это отлично понимает. Но кто далек от этого, прежде чем высказываться по поводу, там, цифровизации, экранизации вообще будущего нашего образования, просто обязательно посмотрите вот это заседание. Оно в свободном доступе находится. То есть, как бы, Кравцов ощущение такое, что он из Савла, то ли он из Савла действительно становится Павлом, то ли, может быть, у него есть какие-то свои собственные мотивы для такого поведения. Но сейчас возникает глубокое ощущение, что он как бы с нами, а не против нас. Ну, да, это Бог. Я одно могу сказать, да, это Бог. Нет, мы, конечно, как это сказать, мы помним историю с Гущиным, но мы можем упростить ее. То есть, здесь, здесь, ну, святых среди нас нет. Так что, если Сергей Сергеевич Кравцов продолжит в этом духе, то получится, что он наш, в общем-то, союзник. Поэтому, как бы, я понимаю, какое давление, скорее всего, на него оказывается, когда он исследует реальное положение учителей. Но я хочу пожелать ему твердости. То есть, здесь, здесь, как бы, надо быть твердым, это война. Ничего не поделаешь. Следующая новость, я бы назвал ее так. Самоснятие в шее МГУ. Ректор Вышки Анисимов выступил с интервью абсолютно одиозным, безграмотным, на мой взгляд, полностью, в котором он там рисует какие-то перспективы, что университеты должны стать какими-то цифровыми образовательными экосистемами. Вот этот вот весь бред в стиле там Лукши и компании. И я боюсь, что на деле это означает следующее, что в Вышке занятия будут постепенно переводиться в онлайн, уже без привязки к необходимости, связанной с ковидом и его распространением. И я уже с этим столкнулся. То есть, вот меня пригласили на один семинар и сказали, ну, мы, в принципе, его ведем в зуме. Ну, так, в принципе, удобнее. Как бы, у нас много с других городов ребят. Да и вообще, они, как бы, им же удобнее из дома смотреть. То есть, тихой сапой, вот под ковром проходит идея, что вообще все надо постепенно переводить в зум. Но, понятно, для нас очевидно, что это просто самоснятие с гонки. То есть, университет, который переведет себя в зум, ну, это просто университет, которым не учат, а продают дипломы. Это понятно, это совершенно очевидно. К сожалению, тоже сам, тем же сам занимается ректор МГУ. Садовничий, кто бы мог подумать, да, садовничий, который там собаку съел на всем, он присоединяется к тому же, вторит, значит, про эти все, что профессорам надо привыкнуть к новым форматам. Он, в общем, опять, он тоже топит за, значит, онлайнизацию образования. Вот, ну, и я хочу сказать, что, возможно, уже он устарел, и пора его менять. Если что, я вполне готов принять МГУ. То есть, если кто-то хочет меня сделать ректором МГУ, я готов, я думаю, что я прекрасно справлюсь. Так что, имейте в виду, если там в правительстве есть еще какие-то люди, которые понимают ситуацию, то, пожалуйста, я свою кандидатуру предлагаю. Потому что иначе МГУ также затонет вслед за вышкой. Ну и останется один физтех. О, кстати, останется один маленький-маленький физтех. Но что бы вы думали, физтех пока, значит, сопротивляется этим тенденциям. По внутренним каналам я знаю, что там огромное давление, оказывается, в эту же сторону. Огромное. Но вот пока, так сказать, он еще есть. Я, конечно, пока призываю именно его иметь в виду, 11-классника. Потому что реально непонятно. Фу, вышка может уйти в онлайн вся. Ну, а физтех раз! И прижали к какими-то американскими санкциями. Да, интересно, за что? Не за то ли, что он сопротивляется, да? Ну, это такая уже возникает глобальная такая теория заговора. А, значит, ну, теория заговора, теория заговора рознь. Может быть, все так и есть. Может быть, нам положено по их там программам всем уйти в онлайн. То есть прекратить свое, так сказать, осознанное образовательное существование, как в стране. А сопротивляющийся физтех получил по шапке. И его, значит, в санкции, в санкционный список включили. Все может быть именно так. Хочу прорекламировать два фантастических интервью. Одно Сергея Евгеньевича Рукшина. Вот здесь вот по ссылке, в том числе там про Гришу Перельмана много. Он рассказывает, чтобы понимать этого человека, надо посмотреть это интервью, чтобы понять, ну, как бы, насколько это глубокий настоящий человек. Ну, и вообще, Рукшин сам глубокий настоящий человек. И надо его обязательно посмотреть всем. А второе, это еще один глубокий настоящий человек. Наш с вами современник, моложе меня, Игорь Растеряев. У него вышло интервью. Я его вообще, как бы, воспринимаю, как высоцкого нашего времени. Вот. Ну, и тут вот разговор с ним шикарный. Я всем рекомендую на праздниках посмотреть. Ну, и о самом страшном. Мишустин подписал стратегию цифровой трансформации образования. Что я могу по этому поводу сказать? Значит, только одно. Люди, которые там принимают решение, Мишустин и Путин, видимо, просто не понимают, что происходит. Им приходят, к ним приходят, им говорят. Ну, моя модель происходящего. Пришли к Путину, пришли к Мишустину, говорят, мы должны выиграть гонку за искусственный интеллект. Ну, как бы, они слышали звон, не знают, где он. Если гонка за искусственный интеллект, да, искусственный интеллект это что-то в районе цифры. Ну, значит, нужно все цифровизовать. Ну, и люди, которые к ним пришли, они так и говорят. Вот цифровизуйте все, потому что тогда мы выиграем гонку за искусственным интеллектом, выиграем эту гонку. Короче говоря, хочу обратить внимание, если здесь есть кто-то, кто может входить в эти высокие кабинеты, Китай, который тоже безусловно хочет гонку эту выиграть, проводит широкомасштабную реформу спасения школы, предоставляя огромную свободу учителям. Просто посмотрите, изучите опыт. То есть, на самом деле, это просто подлые обманщики вас обманули, вас направили на эти решения, да, товарищ Мишустин. Вот эта стратегия, это выход из игры за искусственный интеллект. Понятно, да? Через несколько лет будет полностью разрозненное поколение абсолютных дебилов, которые выросли на экранах. Вы будете отвечать, Владимир Владимирович, вы тоже будете за это отвечать, к сожалению. Я не знаю, вы должны реально это все как бы пересмотреть по-другому, потому что это обман. Есть просто некая шайка. Смотрите, что она сделала. Эта шайка, которая наслушалась там Осмолова с лучшей, она начала вкладывать деньги в цифровизацию. Вложила огромные деньги, она должна их отбить. Но дело в том, что цифровизация, вот это вся вот перевод образования туда, да, она не оправдает этих вложений. Все это, ну как бы, все это переоценено в десятки раз. И они это чувствуют и знают. Я-то знаю, что они это знают, да. Это они нам могут врать сколько угодно. Они сами для себя знают, что они потеряют большие миллиарды. Что делает человек, если он, ну как бы, если он сволочь, если он теряет миллиард? Правильно, он идет в правительство и говорит, пожалуйста, выделите нам вот этот потерянный миллиард, да. Но он же не может прямо так сказать. Поэтому он говорит, это для блага Родины. То есть эти гады знают, что это для разрушения, но их деньги должны им вернуться, да. И вот это уже, конечно, вопрос прокуратуре. Пожалуйста, вот я вам дал модель. Ровно так все и происходит. Ну, понятно, я не юрист, я дальше ничего не могу сделать. Но я предлагаю этим серьезно заняться. То есть цифровизация, вот эта безумная цифровизация всего и вся, которая не продиктована здравым смыслом и потребностями каких-либо групп населения, кроме лоббистов, эта цифровизация, конечно, должна быть остановлена. Ну, иначе нас ждет просто конец истории нашей, российской истории, понимаете. Вот так. Теперь я обращаюсь прямо к учителям. Все эти стратегии, которые подписаны, они, ну, как бы заработают через какое-то время. Мы же живем сегодня и сейчас. И Сергей Сергеевич Кравцов предлагает звонить всем, у кого есть проблемы какие-то серьезные, ну, чьи права нарушаются, да. Любые вопросы есть горячая линия Министерства просвещения. 8-800-200-9185. Звоните и сообщайте ваши проблемы. Может быть, они будут решены. Следующая группа новостей связана с моими выступлениями в интернете вживую. И я просто перечислю быстро. Вот первый это ТикТок. В ТикТоке я выступил, ну, увидите, от лица обезьяны выступил. Дальше есть 10 глупых вопросов в математику Саватееву на канале Жиза. Я такой миллионник, хороший канал, очень интересное интервью получилось. На первом Севастопольском я высказался об Острыкине и его заявлении про ЕГЭ. На «Звезде ЛИФ» мы обсудили ситуацию. На «Изоленте» только что 20 декабря я вышел. На Уральской конференции деп-образования епархии РПЦ выступил предварительным докладом. Мы подискутировали с Джастасом Уолкером про домашнее образование. Я дал интервью Дауду Казбековичу Мамию, но это очень давно было, я просто не помню. Я рекламировал его или нет, но если что, вот оно. Новый проект «Спас. Вызывайте доктора». Первый выпуск как раз со мной. Вызывайте доктора наук, как бы, да, вот тут. Лобачевский на «Экспоненте» выходит постепенно, вообще, обратите внимание, на «Экспоненты» там куча всего. Ну и выступил в «Челнах» 7 декабря. Вот. Ну, честно скажу, что это там далеко не все, что было про некоторую другую группу выступлений. Я чуть позже скажу в этих же новостях. Но было столько всего, что я уже не могу это все, как бы, я просто не успеваю все сохранять. То есть, как бы, я каждый день выхожу, куда-то иду, там где-то выступаю, где-то еще выступаю. Это все где-то в интернете оседает. Ну, так или иначе, на каникулах можете все это смотреть. Браво! Адыгейскому госуниверситету, который в этом году вошел в число призеров Олимпиады Лобачевского. Ну, будем честны, ни первое, ни второе, ни третье место. Тем не менее, это где-то, ну, там, это заведомо в десятке. Какое точно место, я не знаю. Но это вот, значит, есть первое, второе, есть два третьих. Соответственно, начиная с пятого и заканчивая, кажется, где-то седьмым-восьмым, там несколько университетов. И в числе этих университетов вошел наш АГУ. Наша команда, наконец, выступила очень неплохо. Всего там штук тридцать команд где-то. То есть, это как бы не то, что десять выступало, и мы девятые. Вот, так что поздравления Адыгейскому госуниверситету, Майкопу, лично Дауду Казбековичу, всем, кто эту команду собирал, Марату Алиеву, Айдамиру Сташеву, Севе Воронову, и мне, конечно, тоже. Как человеку, который напомнил про то, что эта Олимпиада будет. Ну, а казанским коллегам Эдику Лернеру, Валентине Алексеевне Сочневой и всем другим большое спасибо за прекрасную Олимпиаду, которую год за годом проводите. Только, пожалуйста, давайте уже в следующий раз по-человечески, а не онлайн, ладно? Так, еще реклама друзьям. Красноярская летняя школа ждет вас этим летом по ссылке. Канал Математик сделает лучше, ну, собственно, он у нас уже вышел, но все равно, еще раз обращаю внимание, подписывайтесь, там офигеннейшие у ребят видео. И молодой блогер Виталий Баранов со своим каналом тоже очень неплохим. Рекомендую, пожалуйста, подписывайтесь и смотрите. Парень хочет стать популяризатором, то есть, когда я сдохну или там куда-нибудь спекусь, он придет мне на смену. И это прекрасно, потому что молодым везде у нас дорога, а старикам у нас лыжня. Вот так. Когда я вырасту и стану совсем старым, я просто буду все время кататься на лыжах. Предпоследняя новость. Мне опять приходит, это, видимо, осеннее обострение или зимнее, ферматистские заявления. Алексей Владимирович, вот обратите, пожалуйста, внимание на мой текст. Здесь по там, ну, либо по гипотезе Колотца, либо там еще почему, по гипотезе Риммана. Вот мы с вами вместе могли бы вместе написать. Я, правда, не математик, но мои идеи совершенно гениальны. Только никому их не рассказывайте, но я вам доверяю. И вот вам текст. Значит, смотрите, немедленный бан, вообще немедленный. Я, вот честно, я вас ненавижу. Правда, я вас просто ненавижу, потому что вы не люди. Вы, вы как бы совершенно в своей гордыне сошедшие с ума придурки. Я вас прошу, не надо мне писать, я сразу вас баню. Причем везде, где я не увижу такого, навсегда вычеркиваю из всех списков. Сразу адрес нафиг, это нафиг все. Просто для меня нет человека, который не имеет образования и пытается что-то там решать. Для меня просто его не существует. Вот. Просто срочно к священнику. Срочно каяться в этой гордыне простого человека. Что вы там посидели, где миллионы работали, вы вдруг что-то придумали. Господи помилуй. Ну и, наконец, хочу обратить внимание, что я уже регулярно участвую в целом ряде интернет-стримов там и так далее. Николай Росов-Гроза, Борис Сергеевич Бояршинов, Аврора-Спец. Стримы на канале Миши Богданова. Это прямо, может быть, самое главное здесь. Вот. Ну и несколько роликов у меня науки про есть. Несколько роликов на пост науки. Это все, если вы будете смотреть, у вас ханикулы эти новогодние просто все пролетят мгновенно. Так что приступайте прямо с сегодняшнего дня. И до 15 января можете все подряд смотреть, смотреть и смотреть. Всем хорошего просмотра. Всех с наступающим. Маткульт, привет! Маткульт, привет!